Всем доброго времени суток! Меня зовут Авангард, и сегодня мы играем в Элисмейр. Сегодня, хотя вообще уже вчера, видео выйдет Долш-Точек, когда будет уже вчера, у меня был день рождения, и решил сделать себе подарок, да пройти таки Элисмейр, потому что тянуть-то особо некуда. Так, и что у нас было в прошлой серии? Мы прошли последний мир, мир Стеллы. Теперь у нас есть ключ от мира, и мы можем открыть или эту дверь, если я не ошибаюсь, или же заколоть кого-то из наших друзей, чтобы таким образом открыть путь в другой мир. Я думаю, так мы и сделаем. Это в зависимости от нашего выбора будет одна четырех концовок, есть еще три, но они будут немного позже. В общем-то, я уже все посмотрел, но не все, а только немножко. Буквально один, одну концовочку, чтобы убедиться, что все это правильно работает. Сейчас мы будем проходить все до финального конца, потому что, как бы, пора бы уже. И мне что-то кажется, будет минут сорок это займет, потому что еще вот эти четыре концовки, потом финальный мир. Очень довольно интересно. Так, и что мы имеем? А Летий нам не отвечает, заговорим мы именно ее. Остальные дети тоже не горят желания с нами разговаривать, так что давайте быстро пробежимся к учителю и узнаем, что скажет он. Он скажет нам немного, а только то, что он, что так, что он видит, как все закончилось, а и что ключ к записным книжкам, это имя хозяина. Не забывай их, отдай им свои воспоминания. Если ты это сделаешь, я уверен, связь с их душами не будет потеряна. Так это управление, оно нас мало интересует, благо с прошлого, с предыдущей серии немало изменилось. И что же, давайте отправим комнату Летий и откроем ее дневник. Те самые, которые мы так долго и упорно собирали. В нашей комнате ничего, к сожалению, нет. Так. Мы ведем сюда имя Летий. Я сейчас задумываюсь, а что если у себя имя Рик? Но не произойдет ничего, к сожалению, очень жаль. Летий. А я неправильно набираю. Так, если так, тоже ничего. Значит, все-таки Летий. Сегодня тут была бабочка в саду. Я попыталась сдать ей печенье, которое учитель дал мне. Но похоже бабочка решила, что цветы лучше. Мне стало интересно, вкусные ли цветы вкуснее сладостей. Сегодня шел дождь. Дождь делает все таким плохим, и ты не можешь крыть снаружи. Ненавижу его. Я задумываюсь, что было бы неплохо, если бы дождь и был из конфет. В любом случае, мне нужно сделать домашнюю работу. Я случайно принял записную книжку Рика за свою, и он разослился на меня. Не знаю, что он написал, но я знаю. А, я не смотрел, что он написал, но я знаю. Он выглядел таким грустным. Я такой плохой ребенок, учитель. Мне нужно все рассказать ему, а после извиниться. Я знаю, почему. Почему я сошла мать и отца в этот дом. Но я не скажу это, чтобы не сделать Рика еще более грустным. Мне нужно быть сильнее. Учитель, пожалуйста, научи меня еще чему-нибудь. Такие вот игры концовки. По сути, это открытый финал. И нет никакой, так сказать, определенной концовки, какого-то исхода. Но что-то есть. Здесь у нас идут титры, довольно симпатичные, я бы сказал. Не в каждой игре войдет, что такие хорошие титры. Тем не менее, я бы сейчас хотел их обмотать. Может, сречь этот музыка, все дела. Самое время узнать. Тем не менее, думаю, поставим на паузу и переждем эти титры, к сожалению. Потому что много времени, они все-таки занимают. То есть сейчас, пока я говорю, примерно пройдут уже все. Даже с другой стороны, лучше их досмотреть. Дослушать. Титры, конечно, превосходные. Но, боже мой, они такие толки. Я сейчас чуть-чуть как личность не кончился, пока их смотрел. И главное, их никак нельзя пропустить. Что еще будем усугублять ситуацию? Хоть мне их еще шесть раз смотреть, не то что вам. Вы раз не посмотрите. Ну все, все, титры, хорошие титры. Рик? Боже, ты уже спишь? Не то, что надо идти в постель. Учитель разозлиться. Эй. Интересно. Только еще раз я смогу пожелать тебе хорошей ночи, Рик. Концовка. Нас двое. Хороший перевод. Так. И больше не пропустить все эти титры. Придется их смотреть, чтобы прочистить эти финальные строчки. Автор очень хитро придумал. И в жизни не видел такого хитрого автора. Ну что же. Терять нам особо нечего. Идем к Челси. Тыкаем ее. Слезы, кровь. Все чернеет. Здесь страшные звуки. Страшные звуки тоже нельзя пропустить. Первый раз они меня даже немножко испугали. Но эта игра все-таки не хоррид. По счастью. Так, ну не будем терять времени. Я сказал не будем терять времени. Я сказал игра. Да, вот так-то лучше. Итак. Прошу прощения. Что у нас здесь? Летерик. Летерик нам не нужны. Нам нужна Челси и ее книжка. Так, у нее было про красный цвет. Она красная шавочка у нас. А, да. Летерик это пряничный домик. Все, вспомнил. Так, Челси. Мне бывает очень страшно, ближе к вечеру, или скорее в полдень, когда небеса окрашиваются в красный цвет. И еще мне не нравится гром. Такой страшный звук. Учитель, ты не мог бы поменять цвет неба? Сегодня Летерик пригласил меня поиграть наружу. Мы играли в цветочном саду. А затем я увидел гусеницу на моем плече, и я закричала и заплакала. Джошел был рядом, и он забрал эту гусеницу. Я спросил его, что он делает, и он сказал, что он собирает лягушек. Будь осторожен, учитель. У медвежонка плюшевого отошла рука. Что мне делать? Я напуганно. Он разваливается на части. Что если подобное случится снова? Помоги мне. В эту ночь у меня был сон, когда я увидела это снова. Учитель, мне очень шаль, что я прошу невозможного еще так поздно ночью. Просто мне больно. Я не могу позволить этому случиться. Это случится когда-нибудь снова? Придет ли когда-нибудь день, когда я смогу жить с матерью и отцом? Титры. Не хочу, не хочу смотреть титры. А придется. Увидимся. Я никогда не думал, что всякие глупые игры на моем телефоне, вроде Twitch'e 48, так смогут мне помочь. Иначе я тут совсем умир от скуки. Потому что насколько бы эти титры не были замечательными, смотреть их уже второй раз подряд не очень интересно. Так, ну давайте дальше. Что мы имеем-то в итоге? Почему я тогда убил волка? У меня не было другого выбора. Отец, ты в порядке, мама? Пожалуйста, поторопись. Мне тоже. Но мне нужно тоже держать себя. Собранный. Мне жаль. Красный цвет. Мне сейчас не хочется как-то пытаться прокомментировать вот эти концовки, потому что просто просто не хочется. Да я на самом деле даже не знаю, что сказать. В целом понятно, что учитель, похоже, собирал детей, у которых была какая-то психологическая травма. Но вот зачем он это делал, пока не совсем очевидно. Но думаю, об этом нам еще предстоит узнать. Возможно, в остальных концовках, не связанных непосредственно с детьми. Давай, давай. Итак, можем в его комнате. Джошуа молчит. Что же. Джошуа. Сегодня нашел лягушку со странным узором на ней. Когда учитель спал, я подложил ее в его капюшон. Я думаю, ей это понравилось. Также я положил одно на парту, его карман и на его голову. Становилось холодно, поэтому было тяжело найти их. Я думаю, у нас слишком много домашней работы. Почему это должно быть так болезненно? Этот парень, который приобрел Аллен, он, похоже, крайне умен. Я впечатлен. Конечно, я сам делал мою домашнюю работу, не сомневайтесь. Моя шляпа и исчезла, когда я проснулся сегодня. Я чувствовал себя действительно неуютно. Наконец, я нашел ее под моей кроватью. Я думал, я умру. Почему я почувствовал себя так? Почему я сказал такую вещь? Как я себя чувствовал тогда? Я не помню, что я сказал и о чем не говорил. Лучше всего ничего не говорить. Ну и они же не посмотрят на меня, если я не буду громко говорить. Правда? Прости за все, учитель. Это, кстати, все более-менее для меня очевидно. Уже шла эта сказка про мальчик, который кричал про волку. И, в принципе, у него были брат и сестра, это уже шло верно. И, собственно, ему, по сути, по всему, не уделялось столько времени, поэтому он выдумал всякие небылицы. Вот эта история, в принципе, наиболее очевидная. Она, по-моему, вполне приближена к реальности, я думаю. Я думаю, немало семей, которых возможно... Немало детей, у которых существует такая же проблема. И... Ну, в принципе, и остальные истории тоже не очень... такие... реалистичные, на самом деле. Потому что вот в этой истории Челси каждый, в принципе, есть шанс встретить и знакомство с самыми добрыми намерениями. Ну, а тут, кстати, обычный рок, который бьет детям и разговаривает с языком, с языком и людьми. И всё такое. А Летия Рик... Ну, там тоже, например, то же самое. Не совсем то же самое. То есть, похож на Джошула, но её отличие от Джошула замечали. Но... Относились к ней очень плохо. Она тоже была лишним ребёнком, лишним членом на своей семье. И... Он создал своего второго брата. Чтоб было с ней кто-то... Кто-то к нам мог её поддержать и защитить. За разговоры прошла примерно три титров. Пойду дальше играть 1048. Что ещё мне остается делать? На самом деле, игра само по себе тоже такая... Без особой... Как бы... Не то, чтобы она особо сюжетная, в ней нет такой кульминации, концовки, по сути. Эти концовки, их нельзя в луном мире назвать концовками. Только открытый конец, потому что не ясно. А что будет дальше с этими людьми? Так... Луна бывает только круглой, а может быть квадратной или треугольной тоже. И почему не идёт снег летом? Да, похоже на правду. И кошки не бывают большими, как автобус. И собаки тоже. Нужно носить пальто зимой. А летом не нужно. А что это насчёт меня? Я был нужен или не нужен? Плачущий волк. Это вообще... А, я уже всё сказал про игру, что-то я хотел сказать. Ну, в принципе, пройдём игру. Я даже не знаю, что проходить, то ли дополнение. Кого-то вас не уже говорил в этом хорошей серии. В общем, как-нибудь чего-нибудь придумаем, я думаю. Ну, и в принципе, я думаю, даже заняться не некоторыми другими видео. У меня уже две Арии героя на подходе. Ну, Арии там. Ария жильца, Ария Даниэля. И вот ещё новые две Арии. Текст уже готов. Музыку подобрал. В принципе, осталось только записать. Ну, в принципе, игры достаточно известные. Одно я даже проходил на своём канале. Можно сказать, одно из самых известных прохождений на канале, если приемлемо употребить термин известные. Ну, и вообще, обе игры такие достаточно интересные. Одна вообще, так сказать, может сказать, классика. одна и другая в каком-то смысле тоже. Так, зачем Решок Джешуа, я не знаю. Стелла спит. Там есть же записная книжка, в которой почти ничего и не написано. Небольшая церковь нарисована в уголке. Множество картинок с яблоками. Одна страница абсолютно чёрная. глаза учителя всегда одинаковые. Такие полностью чёрные. Странно. Такие лжи цветы, как и город. А ещё он дышит. Почему? История Стео самая мутная. И в целом я не понимаю. Понимаю, что, похоже, это как-то связано с большими потерями и смнож на смерти, судя по количеству могил. Общение вроде истории Белоснежки, но не совсем очевидно. По-моему, история с Белоснежкой только мотив с отравленным яблоком. Я понял, что, судя по всем титрах, каждый раз разные картиночки. Я очень жаль, потому что я к ним особо не присматривался. Возможно, смогу понять сюжет Стео сейчас. Они снова умерли. Все умерли. А чему я не умерла? Почему я всё ещё дышу? Не страшно спать. Кто-то может снова умереть. А может даже я. Правильное яблоко. Вообще, по элисмайеру есть вики. Я туда, в принципе, заходил и почитал про Стео. Вроде бы она жила в каком-то городе, и там началась какая-то чума, и был у неё иммунитет к этой чуме. И все умирали одна-одна свою жизнь. Она встретила какого-то человека, который предложил отправиться к остальным. Она отказалась. И о том пожалела о том, что отказалась. А такую версию, по крайней мере, предложил мне это Викин. В принципе, думаю, это достаточно близко к истине. И много объясняет. Как-то уложились мы в 17 минут с этими концовками. Я думаю, теперь нам стоит отправиться в финальный мир. Чей бы он не был. Ну, конечно, чей-то, что он учителя. Но то, что чей еще он может быть. Да, это наша комната. В таком случае, возможно, это именно наш сон. Я думал об учителе. Возможно, я не прав. Так, бог созову... бог созову мир за 6 дней. Люди забыли о чем-то и мир разделился. Потом бог созвал землю за 200 миллионов дней. Моя записная книжка. Постой, Ален заговорил. Это неожиданно. Что же? Сейчас как будто поздно, позднее время. Ален, хочешь поиграть? Я знаю, мы играли раньше, но мы все еще не поиграли в командную игру, или что не подобное. Давай поиграем. Ой, на тичер, ой, учитель будет злиться. Так что, хотя нет, я буду гол. Рик, он спит. Если бы я могла с риком поиграть. Тут все понятно, челси. Что надеть, когда придет весна? Я люблю лето. Тогда растут мои любимые цветы. Я сажу их в саду. Учитель купил мне пару семян. Они прорастут и растветут. Это будет чудесно. Жешу, что скажешь. Али тебе холодно? Все, что извесит о куртке. Если тебе холодно, можешь быть мою. холодно, что учител тёплый. Хороший и горюшой. Если интересно, что бы не подойти к нему куда он спит. Хотя не знаю, что случится потом. Так. Стэл, доброе дне. Я слышу живот закапываются в землю и говорят доброй ночи, когда холодно. Но люди заказываются в землю пока не умирают. Странно. Мне интересно, холодно или когда ты умираешь. Что? Я сама люблю мир и покой. Я люблю, когда идет снег. Что же? Вы кто молодой человек? Я пришел, чтобы взглянуть на кое-что, но все не только состоит с тому, что мы все чистили еду то, что пройду будет отдали. А, извини, вы дети тоже помогаете. Не правда ли? Я ничего не делаю. Когда мы были в колледже, он никогда ничего не убирал. Он всегда все разбрасывался, улез еще зажженный. В конце концов просто уснул в комнате. Говоришь, не так уж не отвечать а теперь он никогда не научится. Но он хороший парень. Конечно странный, если я хоть что-то понимаю, но все-таки он хороший. Так, что, в комнату учителя тут будет все-таки идти, да? О, здесь нет. Тут закрыто. Это Соло. Ну, и тут никого нету. Соло просто напоминает о том, что мне обязательно отлично водить маппингом, чтобы делать хорошую игру. Впрочем, в другом мире маппинг гораздо лучше, заметить. Возможно, в этом даже есть какой-то смысл. Что во снах все лучше, в реальности, я не знаю. Дива? А? А, если хочешь поиграть, то возьмем это завтра. Я уверен, тоже устала, не правда ли? Устала. Алиса. Доброй ночи. Тоже и шкаф. Это наверняка шкаф учителя. Так, какое-то общежитие, что ли? Добрый день. Хм, что? Что-то на моем лице? Тоже знаешь, где это, не правда ли? А? Ключ в следующей комнате? Хочешь ключ? Тоже принеси резинку? Красную. Подам ключ за одну из них. Тогда сохранимся. А? О, прости, я концентрировалась. Больше сыграть маленькую игру. Мне правда скучно. Хорошо? Ну, почему бы и нет? Я рада. Просто имитирую звуки швотных, о которых и говорю. Нет, нет, это не должно тебя смущать. Так, ну давай. Я скажу только раз. Кошка, собака, лягушка. Мяу! Лучшая кошка. Кошка, собака, да. Ух-хух. Какой звуки зовет лягушка? Я что-то задумывался. Ну, точно не мучает. Правильно. Да, гений. но есть еще больше. Корова, кошка, собака, ой, собака. Корова, кошка, лягушка, кошка, свинья. Корова, кошка, лягушка, корова, то есть кошка, то есть свинья. Правильно? Ты довольно неплох. О, мне правда это понравилось. Ладно, держи. Это много согревалки. Согреватели ног. Возможно, это валеньки. Так, мне могут быть те валеньки, девочка. Не наглей. Я думаю, валеньки тебе пригодятся больше, чем твоя несчастная резинка. Так, молодые люди, вы на чем занимаетесь? Доброго дня. О, ты принес что-то хорошее? Можно дать это мне? Прости, потому что слишком холодно. Ладно, лови. О, так тепло. Отлично, валенький, скиплый символ. Так, вы тебе кое-что попросить? Мне нужен теплый суп, ингредиенты на кухне. И да, я хочу, чтобы он был подогрет, и чтобы лишь чуть овощей осталось. Что-то такое. так. Ой, постойте, ну это же тетрис. Тетрис хочу. Черт. Кошка, не стесняйся, мы все свои, я знаю этот секрет, давай мне тетрис, хочу тетрис. Ладно. А, я не знаю ответа, ручки нет. Ручки нет. Так, это у нас кухня. Так, набираем всего этого. Так. Плохие люди должны быть замучены, растерзаны, избиты. Это штука, которую мы собираем. Это что-то хорошее. Если что, то, что-то душа, какая-нибудь сколок души, но, судя по всему, нет. Тогда все будут счастливы. Такое, что кошка сказала. Почему бы делающий то-то скользил бы такое? И кошка правда сказал это? Я даже не знаю, правда ли это. Кошка, чеширский кот, что ли? Просто что-то с ними. А, я хочу спать. Хорошей ночи. Мне еще кажется, что может что-то вроде просто я не знаю, любить их. Трудно сказать. Варим их, короче, на кипятке. Продолжаем. Все, хватит, наверное. А, отличный суп. Я мастер просто занят супов. А вот какой-то борщет запилил сейчас. Вот еще кофе, но его мы оставим здесь, не будем уж брать. борщец, сударыня. Вот, взяла суп, спасибо. Отлично, суп, короче, подогретый, спасибо. Она дала нам ручку. Я купил новую ручку, поэтому эта мне не нужна. Ну, спасибо, какая щедрость. С другой стороны, мы сможем дать ручку этой замечательной девочке. И где-то мальчик. Ты, у тебя есть ручка? О, слава небесам. Нет, нет, слава тебе, Господи, просто. Я не мог никак решить проблему. Не то, чтобы мне нужно было это решить, но это было бы неплохо так разрядиться, знаешь. Тут еще эта кошка очень странная. Через 10 дней они все забеременеют. И еще через 80 у них будут котята. Еще через 10 они снова забеременеют. Значит, у них будет два котенка. Один мальчик, другой девочка. обычный разделенный. Потом вводят 4, потом 6. И котята через 40 дней тоже смогут иметь детей. Вот одна из этих странных кошек. Она белая, милая и пушистая. Если удержать ее год, сколько у меня будет в конце котят? Это вопрос. Ты можешь рассказать мне, понимаешь ли ты это? и я попытаюсь сделать все, что на моих силах тоже. Какой-то брей, честно говоря. Примерно сколько будет этих 5? О боже. Это немного лениво считать. А, ой, какой ответ? кошек, двое котят. И что, мужские котята тоже такие себе? но у них уходит 3 месяца на то, что у кого-то родить. Что? Нет, неправильно. Так. Через 10 дней и через 8 с них котята. То есть, глядите, 3 месяца и вот уже они у есть котята. сколько же? Нет, то вы уверены, что это кошка, не кот? А если это кот, тогда будет один кот и будет. Они же не могут. Ну, наверное. Я мало знаю, кто. Может, тут как-то явно необычное. Один? Почему один? Я не знаю, почему. А, это правильно. Я написал, что беременный без партнера. Это Вонька еще гениальней моей. Как думает авангард? Он говорит мне, что это кошка, значит, наверное, это кот, поэтому будет один. Мне немного грустно, но из-за изменения самого. Хорошо, спасибо, теперь они гораздо лучше. Мне хотелось выдать ей награду, как насчет этого? Ты хочешь это? Это все в порядке. Можешь дять, если хочешь. Отлично, красная резинка. Ты наденешь ее? Может, не стоит ее на тебя надеть. Просто шучу. Я знаю, моя старшая сестра тебя об этом попросила. Ну, отлично. Что здесь происходит, собственно? Это тоже вопрос. Нет, эта загадка с кошкой мне просто самое сердце поразило. Так, я все время теряю мои резинки, говорит она. Вот ключ, как она обещала. Ключ от прохода. А ты это хочешь? Мне очень болезли записок. Моя ручка на ней не пишет. Можучки летают вокруг меня, пока я иду по земле. Сол разговаривает. Я был удивлен. Кошка увидела это и засмеялась, как идиот. Все стало странным, когда я открыл эту дверь. Я не знал, что было самым странным. Это я или этот мир? Я не знаю. Я вообще ничего не знаю. Меня зовут Джон Сноу. Так, сохраняемся. Так, чё, тут у нас есть что-нибудь? У нас нет ничего. Очень жаль. Что же? О да, Тетрис. Я уже испугался. Вот это наверняка, вот. Кошки не играют в Тетрис. О да. О да, профессионал Тетриса, как он и есть. Ой. Ну и ладно, уже не такой профессионал. фармастер Тетрис. Тетрис. Все бы так играли в Тетрис, как я, как бы очень. Но сам себе не похвалишь, никто не похвалит. Профессиональная игра во всех отношениях. Вообще, кто еще так может? вот. А, неплохо, да? Давайте избавимся от всего этого. Ну, что, слишком долго. Хотя, мало ли, можно, если пройти все уровни Тетрис в этой игре, нам будут еще одну концовку. Добрый день. Кто? Нет, мне нужно еще говорить. И мне тоже. Вы потерялись? Какие? Я обыскивал это место, но не могу найти. Ничего. раздражать, если я пойду с вами. Спасибо. Может, с кем-то еще смогу найти что-то иное. Нужно одолжить снова ключ от прохода. Пойдемте ректору. Я? Хорошо. Смотри мне, как хочешь. Я ненавижу свое имя. В любом случае, радостно тебя встретить. Мальчик. Вам это не простой мальчик, вам это учитель в молодости. Ммм. Микрофон не держится. Ах. Поправил его слегка, надеюсь, все нормально. Большая часть дверей и проходов закрыты. Может, если попросить директора, он одолжит ключ. Она направо. Мой ключ или то, чтобы выйти. Это мой ключ от мира. Поэтому мы не можем его использовать. Ну, тогда пойдем к директору. Ой, немножко устал, уже 40 минут идет. Ну, отступать уже поздно. Некуда отступать. календарь. В какой день недели ты родился? Ты не знаешь? Тогда скажи мне дату. Суббота. Отлично. Я родился в среду. Не многие люди это верят, но я верю. Может, это просто семейная черта, которую получила от отца. и другого отца. Что я несу? Ну, раз уже два часа ночи. Трудно соображать. Добрый день, мистер директор. Хочу пойти в комнату посередине. Можете дожить ключ? А вы его что, раньше уже не одолживали? Я имею в виду все хорошо, но вы его вернули? А, но только совершите загадку. Если у нас было трое, я бы мог съесть три яблока в три минуты. Если бы было сотни яблок и сотни меня, сколько бы минут меня бы заняло на то, чтобы съесть их. Решите это, я вам дам ключ. Но у вас только три попытки, мистер директор. Только три, не больше, не меньше. Скажите мне, как только узнаете ответ. Он вообще странный какой-то, да? Я знаю, почему. А, давай обдумаем. Думай ты. Отлично, сейчас подумаю. Легко, слабак. Нужно слушать, прислушиваться к тому, что сердце говорит. Если не будешь, то сердце атакует тебя. Вот это он неожиданно сказал. Но вопрос номер два. Если было три меня. Короче, сколько должно быть меня, чтобы съесть яблоки? Сто минут. У нас на этого нет времени. Я садюсь на тебя. Но в принципе, если говорить об этой заданке, то наверное должен быть один. Или нет? А, нет. Да, я думаю, его бы одного хватило. Я думаю. Я думаю, тут нужно даже меньше людей. Как бы ни было. Вот здесь записка. бабушка. Ой, сеть сказала мне, что лягушка плохая. Лягушка сказала, что кошка плохая. А кошка сказала нет. Самый худший из них это кролик. Поэтому я их. Так, где собственно наш ключ? Я ключ хочу. может он у нас уже есть? Да, нет. Но вопрос два. А, ненавижу. Один. Один человек три минуты есть одно яблоко. Что? убейте этого директора я чувствую ненависть как она есть. убейте. Так, я... что? Где мерзавец? Три минуты чтобы сесть три яблока у одного его, да? Или что? Ключ держи. Ура! хорошо, хорошо, что мы получили вот. Это меня удивляет. Да нет, ничего. Убью как собаку. Ненавижу загадки его. Я чуть с ума не сошел. Так, разбитая лампа. Мои руки холодные, да? Я не знаю почему я не чувствую тепла. Ты такой добрый. Теперь я понял. Только сейчас. Слишком поздно. Твои руки теплые. Это замечательно. Я так рад, что мои руки теплые, вы бы знали. Что, куда идти? Директор дал мне ключ. Надо его использовать, пока он на его обмене не отнял, не задал еще больше глупых загадок. Типа, если я ем 100 яблок за 27 минут, то на сколько килограмм там я потолстею или еще что-нибудь. Боже мой, у вас тут сколько? Он был хорошим парнем, правда. Холодно. Ты. Я говорю, можно еще его завтра, но похоже у него были проблемы. Он был мертв, когда я вошел туда. Я так напуган. Ты его первым нашел. А, человек рядом со мной. Он ничего не сказал. Похоже, это все сложно. Мне плевать на этого парня. Меня вообще заботит то, что я не смогу играть снаружи. Успокойся, успокойся. Похоже, нужен человек, который стоит в отдалении от всех остальных. в отдалении. все мое. Это слишком сложно для себя. Я сделал все возможные исследования давным-давно. Меня за это хвалили, я сейчас выигрываю награды. Я больше этим не занимаюсь. Кто что я устал из-за этого? И вообще, я слизь меня очень хорошо обхожусь. Но на самом деле вряд ли могло быть меньше одобрения по моему поводу. Я уже поехал, потому что я уже не понимаю, что он и что он имеет ввиду. Похоже, что человек что-то знает. Может, поговорим с ним? Похоже, он глухой. Ты знаешь, язык знаков я вижу, это проблема. Как можно говорить с кем-то, кто глух? Это очень просто. Давайте пойдем отнимем у той девочки ручку. Нет, у парня ручку. Ему она уже не нужна, потому что интерес загадки про кошечек и облачки кончились. Ручку гони. Да, я понял. Бумагой и ручкой. Думаю, мы можем писать друг другу вещи. Что такое ручка? А мне она не нужна. Мне бумаги-то нет. Маша сестра есть. Так, ну давайте заберем проклятые бумагу мне. Я сказал бумагу мне. Не хочу ни во что играть. Хочу бумагу. Бумагу, девочка. Все, бумага моя. Большое спасибо. все. Моя бумага, моя земля, моя ручка, моя любовь. Ох, все, все. Держись. Ты держи. Вы знаете, что они тебе в том, что происходит? Это не тот язык, на котором они говорят здесь. Это хорошо. Ты же знаешь, один язык, правда. это. Да, я не учу тебя. Слишком рано вам детям учить такое. Но я отдам тебе попытку. Дай мне время. Пошел третий час. Хорошо. Был детектив, который поговорил с каждым человеком здесь. Но вскоре огни исчезли, его горло перерезали. Похоже, он не очень хорошо слышал. Перед тем, как он умер, было пять человек в комнате. Те же, что и сейчас. Мы зовем их ABCDE и Их спросили, что они делали перед убийством. А, я читал, потом стало темно. Не знал, что здесь мертвый, пока не проснулся. Он был убит, правда? Он неплохим парнем, знаешь? Ударить его вот так ножом. Просто хочу поиграть снаружи. Здесь был только один инструментов. Ничего о нем не знаю. Успокойся. Я не верю, что ее себя притащили. Эти отпечатки нам большие, поэтому должно быть был мужчина. Да, я был здесь, но я сразу покинуто место. Его даже не было здесь. Я знаю ответ, на те придется ответить. Даже кто-то еще, кто беседует сердцем. Ту кульпарец. Что такое кульпарец? Короче, здесь двое виновных... Блин, мне микрофон падает. Два виноватых виновных... в чем соль? Ой. Ну, что тут сказать? Наверняка это был Б, потому что он, короче, типа оправдывается. Это не С. Почему это не С? Тут уж С не оправдывается. Е. Нет, подумай еще раз. К тому же, они еще здесь. У нас немного времени. Успокойся, успокойся. Холодно. Он был мертвый, я пришел сюда и так напуган. Не говорю, что еще его завтра. Да. На снах каких данных я должен понять, кто из них убийца. неужели нет никаких подсказок? Я, короче, сейчас понял, что я не очень. я так и не смог понять, кто виноват. Поэтому я посмотрел по прохождению. Я объяснил, похоже, понял. Все что-то в порядке. Бить человека что за ужасная вещь. Давай пойдем. Если кто-нибудь из вас понимает, почему именно эти ответы, пожалуйста, объясните мне то, что я действительно не понял. Спасибо заранее. Но ваше предположение всегда эмиратой буду. Здесь также еще кое-что интересное здесь. Так. Нет, ничего. Просто чуть странно. Возможно, с собой походить к этой вещи слишком близко. Сним все я. Посмотрим, что тут. Ты только заметил. Ага, что странный парень. Очень странный. немного потерялась. Может, мой раз направляет меня. Все хорошо. Наверняка сможешь увидеть путь. Не очень хорошо вижу. Я? Я Фиона? Я так думаю. Ты, да, ты пахнешь слезами. Я буду за тебя пающим мальчиком. Нет, у него нет души, только маленькие осколочки. Это всего вина. Вина во всем. Даже тот факт, что я не забыл переродиться. Да, действительно, он всегда был таким. Позволил его сам отрасти. Я уверен, он научился как подрезать их давным-давно. Странно было бы, если бы он забыл. Но нужно ломать вещи. Никуда не пойдет, точа на себе весь вес. ломать. Но из-за того, что он огромный, это сводит меня с ума. Он идиот. Он глуп. Он полнейший идиот. Что? Нет. Я не злюсь. А, то есть нет, не тяжелая. Конечно, я много ела, но я держу вещи под контролем. Давай пойдем. Давай. Был маленький домик глубоко в деревьях. Я думаю, серебро придется разрезать. В этом маленьком доме жили мать, отец и девочка. Ну, в общем-то, не очень хорошо они жили, но благодаря своей матери я вообще как-нибудь никого дала. Но скоро случилось, мать начала сидеть охотно по отношению к дочери. Ну и потом, когда отец ушел, мать вытащила девочку в леса и сказала ей для тех да и больше нет, можешь не возвращаться. Надеюсь, стало темно, девочка закрыла глаза, подумала почему, потому что я была слабой, поэтому нет лиды для меня. Когда она променял для себе мальчик стал ей я буду сильным, поэтому ты можешь быть слабой. Но удивлена и она сказала да, это правильно перед тем, как заснуть. История для теорика или все-таки история учителя. Средка приходил, мать была слабой. Девочки нарушили обещать историю Челси не буду переводить, пожалуй. Она короче привела туда доброго человека, а потом волк сел бабушку. А потом она его убила. И волк убил ее отец топором. Она дреслась при взгляде на убитого волка и на покрытого кровью отца. Потом она бежала домой и заперлась в комнате. Отец убил человека. Но разуме не след звенить. Кем был отец? Кем был человек? Чем больше она думала об этом тем больше цена возвращ к этой сцене. Знаешь, что, не, не думать. Да, история. про Я понял. А те, его отец же шел повесился. То, что их семья свободны, среди по всему. Да, тут история про город, про который я уже рассказал. что не заболела Стелла. А от мужчины продолжилось есть отравленное яблоко, она отказалась. Она не видела жизнь. И не видела никаких ее проявлений. Этот запах, эти книги здесь. В этот библиотек мы любили приходить. Мы любили это. Все ушло теперь. Что это бесполезный мальчик? Ты едешь белую записанную книжку? Увидишь, скажи мне, что в ней? Это то, что ты слышал? Сердце нужно вредить сновидение. И знаешь, возможно, рай и ад довольно похожи друг на друга. Это есть причина, по которой мы приходили сюда. Возможно, потому, что мы теряли нечто. Кошка? Ты имеешь тула с шутким смехом? Интересно ли это, кого я знаю? что? Ты поверил всему, что кошка сказала? Словом демона, который исчезает людей, чтобы питаться их горем? Как только верить, то, что никогда не видел и никогда не испытывал. Может, ты поверил, потому что у тебя не было никаких других подозрений? Как странно. Ложицы повсюду. Мире два внещают их всех. и доверчивые люди тоже повсюду. Может, бог садист? Блин, я думал мы отправимся быстрее. Фото. Девочка. Какие недлинные волосы. Цвет. Она еще маленькая. Ты очень добрый, что отвечает, что все вопросы. Это мой наш учитель. Прекрасно, не правда ли? Она сказала, что всегда хотел детей. Даже наш жениха. Сказала, что думала об имени. Я думала, это было... А, точно. Челси. Челси. Подожди. Я еще что-то поискал белую записную книжку. Пожалуйста. Энциклопедия. Моё имя значит яркий. Мой учитель дал мне это. Нет родителей. Не бросили меня. Его имя значит отображение чего-то. Кажется так. Да, он был очень... Я очень пугалась персектив плачения во что я несу. Он знал нечто. И он действительно нечто делал. Усех доктор... Докторов, директора, друзей, меня. Но он не понимал, что это было нечто. Поэтому подумал, что у него вовсе не было. То, что Гриша никогда не знал, это просто оправдание. Знаешь, нечто есть во всех нас. Погляди, вот нечто здесь и там тоже. И даже то, что сейчас говорим, это тоже нечто. Так-то плачущий мальчик. Когда ты поймешь это, то у тебя и само будет нечто. Ты не замечаешь? Тут нет никакой разницы. Дайте мне книжку, и я уйду. 34 32 года жили там, убийство. Преступник был, но сын этой пары, вкус наружи, шок, воспоминания, убийца, кошка появились. Что-то не так? Ты трясешься? Нет, ничего не говори. Я знаю что-то, что ты не хочешь знать. Вот здесь, здесь, здесь. Мои талисман на удачу. Что? А вот она, ваша книжка. Забирай, забирай. Нашел? Хорошо. Кажешь мне? Да, она пуста. Она всегда была пуста с тех пор. Не, все в порядке. Я просто хочу проверить. Ну, все, пойдем. О, боже. это лягушка? Тут тоже должна быть лягушка. Это, черт возьми, какое-то болото. Похоже, мы здесь. Это небо, небо душ. Вот тут перерождаются. И поздравные души, которые потеряли свою силу, могут быть перерождены. Но я слишком тяжелый, чтобы залететь. Так что я не могу. Я требую продолжать идти, даже тогда нет ничего, кроме души. Невероятная сила, может быть, может стать ужасной силой. Ты не думаешь, что лучше перерозиться, чем придерживаться одного? Невозможно расправить сменную бумагу. Это ничего хорошего. Я потерял мою душу и мою искру. подумать, что только что у него есть семья, что у него есть семья. Моя единственная связь. Я смущаюсь сама себя. Знаю, что я человек, который сможет себя прервать. извините. Я просто уже не могу говорить. Но всё хорошо. Даже если ты чувствуешь, несчастлив, всегда будет ещё больше счастья. Вы же всё ещё дети, да? Не взрослые. Когда всегда нужно глядить вперёд, нет зачем смотреть назад. Всё зависит от тебя в конце концов. Надеюсь, мы снова встретимся. Пока, плачьи, мальчик. Эй, эй, ты в порядке? Ладно, если ты в порядке, давай поторопимся, откроем ту дверь. Давай, боже мой, серый просто резать. Слишком длинная. Мм. всё сохранится. Поехали. Роман. Странная книга, многие люди читали её. Я написал её. Она моего друга. Я ненавидел это. Я знаю, говорю тебе это снова и снова. Имя это было неплохим, мой учитель дал мне его. Я ненавиделся за то, что не мог жить с этим именем. Пожить как подобает с этим именем. Что это за дрянь? Это кровать. Дрянная кровать. Так, здесь мы разделимся. Это мой мир. Вер идет в мой текущий мир. Он очень маленький. И там много правил. Открыто. Как это случилось? Ты умный, может, знаешь. Если знаешь, ответ скажи мне. Алин. Так, я получил девятый осколок. Мать, отец, мне нужно идти. А вот тут, кажется, у нас тут две концовки. Господи, сколько концовок на стороны дыра. Пойдем туда. Это одна из двух концовок. Сейчас скример будет. Я чувствую. Я закрою глаза. Я не могу понять, у меня игра зависла или что? Куда идти? Алло. Куда идти? Куда? Так. Мы идем в дыру, значит, надо идти вниз. Я иду вниз. Иду, иду вниз, иду, 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 иду. Хорошо, иду. Я уже, я уже не выдерживаю. Кто придумал, это же вообще безобразие. А, я найду авторы. Ей богу. Куда? Возможно, я бросован на эту концовку. Твою ж мать, ублюдок, расщелиню. Ненавижу. Проклятый кот. Почтай свои грехи. Правосудие, вина, отправлены в постель. Прекрасные сны. Йо-йо-йо. Я тебе-то ее еще в ухо засуну. Что я тебе не говорил, не правда ли? Говорит тебе, какое-то прекрасное. Что за беспорядок? Что за бред ты несешь? Ты же поехавший, что ли, и не кот. Левый глаз мальчика поврежден овцой. Он точно не в своем уме. Волосы, девочка, которая потеряла свет, уши, заброшенная черная кошка. А, я понял, он тебе был говорить про наших друзей. Не правда ли, прекрасно? Нет, я парень, который придерживается своих обещаний. У тебя же есть ключи, да? От белого кролика. Ну и ты или кого-то ударяешь, потому что когда вот для тебя это скучно для меня. Ты не уверен, какой ответ на мои вопросы? Ты на тебя неплохой вкус уверен. Это правильно. Я тебе это раз и не говорил. Мы едим души, и если не едем, то нам становится плохо. Мы можем есть собаки или дикушек. Люди на вкус лучше. Но мы едим только души, которые разрушены отчаянием и болью. Дети многого не знают. Если знают, что делать, то их легко сокрушить. Но мужчины, парень, не думаешь, что ты настолько пуст? Такие необычные. Их редко встречены в наши дни. Взрослые не очень хороши. Слишком хорошо, слишком слушатся мастики из-за всех этих знаний. Поэтому придется кушать, бы детей, пролечив здесь. На этот раз особые. А парень никогда не менялся. Даже с тех пор, когда он был совсем маленьким. Не могло бы счастливее, чем этот. что такое веселого? Ты ешь коров и свиней и их души. А в чем разница, если мы едим лягушек и человеческие души? И они курируются между мной и тобой. Точнее нами. Тоже белый кролик, похоже, тоже из одной брати с ним. Что, говорим на такой языке, как и ты? А когда не задумывался? А в чем вопрос? Какой что встречается, когда люди умирают? Когда люди умирают и испаряются из мира, они дают нам силы, душа, души не умирают. Здесь все их виды. Я забираю вещи из всех. Кролик может переписать знаки на тропах, которые забирают люди. как-нибудь по-хорошему или по-плохому. Вы, парни, знаете, это работа ангелов или демонов. Только одна вещь отличается наш бог. Он довольно яростен. Он сделал так, что всем существам нужно нечто, чтобы жить. Но они забыли нечто, поэтому они создали собственные правила. что думаешь об этом? Теперь все живо покончено, как только люди стали существовать. Просто избери дорогу, чтобы закончить совсем. Ну хорошо. Такое, что я сделал. Тогда я тебе еще кое-чем скажу. Если другой будет соединить мир и пак с демоном, если говорить проще, твоя душа и моя смешается. если могу взять душ и не сесть и я буду жить гораздо дольше. Силь намереннее. Рисковый. Поэтому несложно работать так, как я хочу. Но ты пуст. Вот тебе не кажется не появляется такой шанс. Если ты дашь не все, я отведу всех тех парней в их мир. Из этого мира в твой мир. Ты благодарность. Все закончено перед тем, как ты все поймешь. но поможешь другим. Так что ты выберешь. Давайте да. Пакт завершен. Я не могу ненавидеть такого парня, как ты. Я думаю, ты сможешь еще видеть, поэтому вот какая штука. Что я тебе заберу? Знаете, я скажу перед тем, как я уйду. Нечто. Я заберу нечто у тебя и у остальных. Удовлетворен? Хорошо, я тебя запомню, уверен. Так долго, Ален. Конечно, это концовка по-моему в прямом смысле отрицательная. Потому что мне не кажется, что этот парень свойствует обещания. Он не из таких таких исполняет. Это плохой парень, и он сам начал не нравился. И собственно все это судя по всему какая-то часть их большой игры. Смотрите, мне очень нравится, потому что игра такая очень глубокая. Я очень не стал. Извините, что я не переводил. Как бы то ни было, сейчас надо постарить славшуюся концовку, пока подождем, пока кончатся титры. А, так, да. Я бы, конечно, все это пообсуждал, но ладно. Приятель, всегда сложно привыкнуть к новым вещам. Начат ключа и хотел бы снова встретить кролика прямо сейчас, по крайней мере. Нужно собрать кусочки по 8-1. Клянусь семью всех прямо перед ним, чтобы им было легче отчаяться. Но я не могу есть рослых. Играю с ними, потом получаю от них пару новых частей. Это плохая концовка, очевидно. Али, как можно видеть, тут кончился как личность. Начался как пир для этого неприятного котика. Боже мой, уже полтретьего я целый сейчас играю в это. В смысле закрыто? Как закрыто? А как же мне тогда перейти? А тут про кошку надо про честь. Ирож они нашли несколько хорошей еды. Они как затаскивают людей в мир. Родители бывают жестокими потому что детьми предают их забывают их. Должна быть всего кролика. И кошка ли чего-то нужна? Что я там сказал? я заверю только одно ищу тебе? Действительно только одно? Человек так легко разрушить завзяв всего одну вещь. Может кошку лжет? У меня нет никаких подсказок. Нет времени. Нет времени. Есть дверь. Дверь откройся. Нет только нет. Что? Кажется я доиграл все. ненависть. Кажется нет никакого пути отсюда. Что мне делать? Я сейчас кончаюсь как личность. Как мне зайти внутрь? Впустите меня. Боже. В общем что тут скажешь? Я сейчас познал для тебя абсолютно новое значение слова ненависть. Дверь закрыта. Она не откроется. Чтобы ее открыть надо перепройти все заново судя по всему. Только надо избежать как-то этой концовки с котом. Наговорил я ему всего что я не уверен. вот он и понял что моя душа полна сомнений и подолвил меня на этом. Не знаю что сказать очень обидно. Придется выпускать еще одну серию получается я разобью эту серию на две потом еще одного боже как бы то ни было надеется вам понравилось с вами был авангард не поминайте лихо буду перепроходить в принципе возможно год и сделать даже прямо завтра я не знаю в общем очень огорчен но все таки я не хочу то есть я хочу пройти хочу показать я покажу может через неделю через две и наверное думаю все будет несколько пораньше до новых